Сегодня в Заполярье день памяти участников Олено-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне. В торжественном митинге приняли участие жители Ненецкого округа, военнослужащие, участники патриотических клубов, творческих коллективов, землячеств, а также представители органов власти, организаций и учреждений. Ольга Русул продолжит. 78 лет прошло. 20 ноября 1941 года Государственный комитет обороны СССР принял решение о мобилизации оленелыжных батальонов. На фронт отправились сотни оленеводов, рыбаков, охотников из Малоземельской, Большеземельской и Канино-Тиманской тундр вместе со своими оленями и лайками. Переходы совершались в тяжелейших условиях в 50-ти градусные морозы. И сегодня мы, их потомки, отдаем дань памяти неоценимому подвигу северян. Это действительно впечатляет и поражает. Если посмотреть, то для этих олено-транспортных батальонов 17 тысяч тонн боеприпасов доставили на передовую. Больше 14 тысяч раненых бойцов они увезли с передовой в тыль. Больше 10 тысяч военнослужащих доставили на фронт, на передовую. И это тот вклад, который, в общем-то, можно считать очень существенным в целом в обеспечение победы нашей страны, нас фашистской Германии. Среди тех, кто сегодня пришел почтить память воинов, дети, внуки и правнуки героев. Вера Семенова на митинге с портретом своего дяди Василия Федотова. До недавнего времени семья считала, что он пропал без вести. И только недавно стало известно, что боец 7-й оленя лыжной бригады погиб в мае 42-го года под Мурманском. Не все вернулись с поля боя в родные и милые края. Аж сколько горя, утрат и боли перетерпела каждая семья. Моя бабушка Федотова Сусаня Дмитриевна, мама моя Таисия Александровна, никто не дождались своего, как говорится, сыночка и брата. Хотя бабушка до скончания жизни все считала, что пришла похоронка без вести пропавшей. Она считала, что он еще придет, он еще придет. И вот через 69 лет мне пришлось найти, разыскать своего дядюшку, могилку его, и я съездила в Мурманск. Никифор Чупров тоже участник оленей лыжных батальонов. Его портрет на митинг принесла дочь Тамара. Он воевал в 6-й лыжной бригаде, 8-й отдельный батальон. Но раненки тяжело, но потом в госпитале лежал. Он был посыльным между батальонами. И когда при выполнении задания его ранило в ногу, и он на лыжах добирался до санчасти. Ну и вот там награжден имидалями. На фронте олени-упряжки использовались как транспорт для подвозки на передовую боеприпасов продовольствия. На оленях эвакуировали в тыл раненых, ходили в разведку. Дядя Сергея Клокотова, Петр Кисляков смотрит на митинг с портретом. Боевал в авиационных частях, в авиации. И вот единственное, что мне мать рассказала, он часто вспоминал оленеводов, которые подвозили на своих санях авиабомбы для самолётов. Он остался на войне, пришёл живой. Но после полученных ранений и контузий, встречи с родными, он в 1956 году скоропостижно умер. Всего из Нянинского округа в годы войны было отправлено пять оленетранспортных эшелонов. Около шести тысяч ездовых северных оленей под управлением порядка шестиста каюров из коренных тундровиков. На поле сражения они добирались своим ходом вдоль побережья Белого и Баренцева морей, преодолев путь длиной более двух тысяч километров.